Ну что ж, привет ребята! Смотрите, как еще темно. Можно сказать, это вечер, на самом деле это утро. 8 часов, нет, 8 еще нет, без 15, без 18, а я уже спрошу на стажировку, так что вышел немножко пораньше, часа за полтора. Ну за час я тогда дошел, ну так, на слабый дошел сейчас, попробую ускориться, за час я дойду. Вчера еще звонит, главное, то ли жених, там свадьба у них или какой-то банкет. Я думаю, как же так это может быть-то? Весь месяц рекламу поднял, жду звонка, жду заказов, нет ничего. Ну ладно, нахожу работу, иду, у нас уже назначена стажировка сегодня, на сегодня, потому что он мне вчера звонил, а сегодня банкет. Не выручите там у нас вот это срочно, нам ведущий, там не ведущий, что подвел, не подвел, нужен ведущий. Время 10-11 часов, ну может как я поздно звоню. Я такой думаю, это что такое, как так? Это ж надо же, как будто кто-то играется в какие-то игры. Вы знаете, как в фильме Морозка, в сказке, тут там Иванушка, дзинь, Иванушка, дзинь. Это, ну жду реально, ну где я хоть, что хоть. Новый год, звонков нет, заказов нет, корпоративов нет. Думаю, что это за дела-то у меня таких происходят. И тут раз, устраиваюсь на работу, иду на стажировку, ну на следующий день, звонит, ну вот надо. И как это понимать, ребята, объясните мне, я вообще в шоке. Ну, конечно, отказался, хотя, так, зубами-то повел, думаю, поскрепел, думаю, ёлки-палки, что делать-то? Ну ж, взял за загуст, не говори, что не дюж. Обещался, уже все, уже взял цель, уже взял вектор, все, пошел. Парус, белый билет, все, пошел по ветру. Так что, вот отказался, да. Ну, думаю, что мне выбирать, один банкет или тут целая карьера, понимаешь? Выбираем карьеру. Вообще-то, для уныния-то нет, для печали нет места, ребята. Слава Богу, силы есть, слава Богу. Это самое, как сказать, немножко времени есть. Хе-хе-хе, желание. Ведь там 5-2. Я не знаю, не уточнил, по какой он причине воскресенье не работает. Я ему сказал о заповеде, он говорит, не только поэтому, но, может, из-за того, что там, типа, люди в выходной день дома тоже, и не зайдешь в квартиру, то есть, допустим, они тут же живут. Они обычно, допустим, когда на работу уходят, ну, зачастую, допустим, чтобы дома не было никого, там, на работу разошлись все по детским садикам, по школам. И на монтаже там натягивают потолки. Ну, не знаю, как это может быть. Хотя нет, ну, не знаю, короче, почему. Но суть в том, что суббота у меня свободная остается. И я думаю, что субботу можно тоже брать будет, то есть, 5 дней потолками занимаюсь, а суббота, ну, банкетик какой-нибудь там взять. Ну, не каждую субботу там, как будет выпадывать. Ну, и вообще будет, должно неплохо получаться. Ну, дотянуть до 200 тысяч. Как думаете, получится? Надо стремиться. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тогда не сможете вы всей там чего-то вашей кровью смыть поэта праведную кровь Ну сейчас не помню, но вообще надо загуглить Хорошая поэзия Движение продолжается Осталось перейти эту реку, но здесь не пойдем Река вскрылась в виде течения, лед сошел, пойдем через мост Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и перескочили реку Здесь находился первый в городе наплавной Исаакиевский мост Здесь береговые устои сооружены в 1819-1821 годах по проекту инженера Бетанкура Надо же, а я ее проходил и не видел Наплавной мост был Когда-то Снег пошел В общем я на Ваське Тут надо мне сейчас повернуть направо и уже где-то рукой подать В общем друзья познакомили меня с Анатолием, мастером в конторе Сейчас там несколько человек грузятся, ну это материалом Машина у него забита, меня не посадил На адрес отправили значит Звездная, более Сталинсовета на адрес, на объект И вот сейчас я бегу на метро, пойду на Звездную И первый день будет у меня на обучалке Да Какие дела? Ну завтра суббота как будет такой, но тоже можно выйти Я говорю, ну а что не выйти-то, давайте Надо выучиться, да и начинать уже самому натягивать, как говорится, делать А потом сделал дело, гуляй смело Звездная, ну не знаю Можно было, может быть, сразу меня туда на Звездную отправить на объект Ну в общем, ладно, ничего страшного, сейчас доберемся Метро где-то здесь было Это, как же это, проспект называется Средний проспект Плацельского острова Средний, там большой, с той стороны дальше будет Метро здесь Вот и елочка, нам укажет путь Один-то говорит, не-не-не, ты же знаешь, я не беру учеников Я не беру, кому-то не надо, это лишний груз, понимаешь Целый, мотаться за мной, еще объяснять там Надо деньги делать, да? О, она крутится, как мелко Атонометро А вот он, вагончик первый Трамвайный Интересно Что написано Здесь установлена модель, копия вагона Санкт-Петербургской конки Образца 1872 по 1878 год В натуральную величину А УСы-то в натуральную величину или нет? Тоже в натуральную? Все, входим в подземку Давно не был метро, да? Там говорят, маски Придумали снова носить Где у нас уходят? Сейчас проверим Входят или нет Найду или нет Сейчас проверим Вернусь Улица Ленсовета 89 Вот я пришел Метро Звездное Что, Анатолия ждать будем Пойду там к парадным Вообще-то можно и в Борген Кинг Сходить посидеть Я думаю, он долго поедет Потому что я на метро по прямой А он на машине в пробке будет толкаться Не знаю, сколько придется ждать Но подождем Уж снежок пошел Еще все хорошо Нет, думаю, я раньше его приехал В любом случае Потому что он еще грузился Я когда выходил Так что будем ждать машины Вот я, по-моему, понял Где вот эта парадная И получается, что там ремонт идет Вот в квартире на втором этаже Мужичок что-то там клеит Походу, вот тут потолок И будем вешать Прямо окно Видите, вот я увидел Шторок, нет, лампочка висит Потолка нет Точно Оно есть Только что за мужичок там Не знаю Что-то там клеит Так что вот такая история Ждем Ну ладно, мороза нет сильного Так что подождем Подождем еще Еще 40 минут И пойдем домой Вон там такая Ротонда интересная Наверху Ротонда Ждем Что же делать Он отоптал здесь уже Тропинку Только стоило выйти А вот я Анатолий едет Вышел на улицу Он меня встречает Сигналит Ничего, 40 минут Ну там можно Возвращаться Пойду еще этот коммутатор Засниму Как он называется Ты сказал? Блок А, блок Вот этот блок Меня больше всего Конечно волнует Разобраться в этой проводке Блин Надо мне Маркировочку Его Зафиксировать Но они Разные Тоже бывают Наверное Это, который Перегорает Вот этот Пластиковый Или металлический? Металлический Металлический? Пластиковый тоже Да? Надо значит Тоже зафиксировать Пока не открыли Сразу На прозапас Еще купить Да? Порычку Нет, просто знать Потом Чтобы не бегать Это скрывать Я взял уже Готово Чтобы С проводки И сам Я не думаю Проблема Ну Тут можно Не трехфот Вы электрик Да? Это мое хобби А, хобби? Да Блин, мне бы такое хобби Я уже в трех домах Электрик Проводка И делал Никто не жаловался Ага Вот это Так Будем Ровно А че Что Как смотри Что Почтина Не ровно Или все Не ровно Не ровно Не ровно Не знаю Ровно Ровно И толстая Толстая Намазали Толстая Видимо Не ровная Была Изначально Ну то есть Пришлось Под уровень Обалдеть То есть Криво Все-таки Стенка Была Толстая Перегородка Перегородка Из этого Из профиля Между комнатами Ага Из гипскаторной А это здесь Половина Тоже Надеем Старая Халявая Старая Здесь две Два А не Смежной Комнатой Ну Сейчас Будет Все Идеально Ровненько Все Уголочки Да уж Ну ладно Так С левого угла Начинаем Да И главное Опять Этот угол Отошел Как в тот раз В той комнате Можем 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что можно, вот электричество смущает. Тоже вроде бы, ну, в этой коробушке-то разобраться бы раз и навсегда. Так они ведь разные, зараза, эти коробушечки-то тоже. И пойди ее найди, эту фазу. А то она тебя найдет. Короче, вот, ребята, с такими мыслями иду. Или, может быть, я слишком, ну, такая смена получилась, затяжная, ну, сколько, ну, до 11 мы, да? В 12-м там что-то закончили, не помню, сколько. Две комнаты было. Две комнаты. И, как бы, с такой подсветкой, в принципе, со светодиодными, там вдоль стеночки, там, под гординами тоже светодиодные. Другая сторона, как бы, по стандартной истории. Просто профиль, и под профиль туда загоняешь этот холст-то, или как его назвать, это, полотно, полотно называется. О, ребята. Это, в общем, там, это, вакансию еще предлагают, одну, в логистику. Зарплата тоже не меньше, 160 обещают. Вот я с ней переписывался, не знаю, кто ли это, автомат, или кто это отвечал мне. Ну, в общем, надо зайти на сайт, к ним зарегистрироваться, ответить там, ну, анкету заполнить, на вопросы ответить. Может быть, все-таки люблю я дорогу, и, может быть, мое это вот, ходил бы я на Москву, на какой-нибудь там газеленке, или на чем-нибудь, на каком-нибудь транспортном средстве, там, малых грузов, что называется. Ну, не фурац, этой категории у меня нет, а Б-категории, вот что-нибудь на Москву, так, чтобы вышел с утра, и вот так вот, в дороге едешь, тихонько едешь, никому не мешаешь, и тебе никто не мешается. До места добрался, доехал, разгрузился, погрузился снова и поехал обратно. Вот что-то в дороге, какую-то романтику такую я нахожу, вижу какую-то. Тут ведь и можно в дороге молиться, всю дорогу едешь размышлять, слушать Евангелие. Вот я в бочке ездил, там, на Москву, Евангелие поставишь, там, как хорошо. Приятное, полезное, совмещаешь работу и духовное спасение. То есть, вот о чем речь. Здесь, конечно, суета-сует. Клиенты тоже, я с людьми тоже работаю, разные попадают, поговорил я с Анатолием. Тоже всякое бывает, говорит. Уровень, говорит, принесет, приставит, говорит, это самое, иглу просовывает, что это под уровень или нет. Да чего уж сейчас такие, я говорю, современные технологии, лазер-то этот поставил, ты его привинтил к потолку лазер, он тебе красной линией по всему перемену сразу прострелил. Что тут уж это, где тут накосячить-то можно, если все уже нарисовано, как говорится. Что там, какого правила и какой уровень подставлять. Не ошибается, говорят, только тот, кто, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это я согласен с этим высказыванием, да. Ну и понимаете, иногда лучше сразу идти, чем потом с какими-нибудь конфликтами, с какими-нибудь... Ну ладно, не из этой даже коробушки, например, блока, да, питания, блока настроек, блока, как это называется, блок, ну там блок, в общем. Блок управления, там через пульт, чик, свет там моргает разными чик-чик-чик-чик-чик, разными моргалками. Так ведь можно заказчикам там где-то что-то, вот, не понравится. Я помню, плитку-то клал как-то, там в отделке-то крайний день-то работал, последний крайний. Ух, она меня чехвостила. Экран надо под угол было, а ты горизонтальный сделал, я говорю, так елки-палки. Мне никто не говорил о том, что вот это, так вот. Потому что бригадир, этот, редко появлялся, инструмент не завозил, ну, в общем. Потом жену послала, жена с правилом, тоже пришла с уровнем, представляет, представляет сразу, так, здесь все под уровень. А я же знаю, как проверять, все у меня под уголочкой. Вот, все у меня было под уровень. В общем, пишите ваши варианты, ваши комментарии, ваши пожелания. Рассуждения, осуждения и ваши пожелания, как сказать, решения на этот счет. Зря ушел или не зря, как думаете. Ну, я пойду спать, все, устал. Почему-то даже спина устала, не знаю почему. Вроде мешки не таскал. Спина устала. Пять минут нового года О тебе моя забота Пять минут нового года У нас хорошая погода Пять минут нового года Толпа веселого народа Пять минут нового года А жила зимой природа За столом семья все в сборе Девочки, елочки в уборе Шумно друзей своих встречаем Новый год мы дружно отмечаем Гости нарядные елки На них ресницами иголки Вина, фрукты и салаты Сказала мне в любви слова Пять минут нового года О тебе моя забота Пять минут нового года У нас хорошая погода Пять минут нового года Толпа веселого народа Пять минут нового года А жила зимой природа Ты со мной Ты очень красива В губах твоих С рук моих слива Обиды все мы отпустили Любовь в сердца наши впустили Слов и улыбок не тая Под звон игристый хрусталя Мы фейерверки запускаем И Новый год дружно отмечаем Пять минут нового года О тебе моя забота Пять минут нового года У нас хорошая погода Пять минут нового года Толпа веселого народа Пять минут нового года Ожила зимой природа Пять минут нового года Пять минут Пять минут, пять минут Пять минут нового года Пять минут нового года, о тебе моя забота Пять минут нового года, у нас хорошая погода Пять минут Нового года, толпы веселого народа Пять минут Нового года, а жила зимой природа Пять минут Нового года, а тебе моя забота Пять минут Нового года, у нас хорошая погода Пять минут Нового года, толпы веселого народа Пять минут Нового года, а жила зимой природа